Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Гарриев Музыкальное оформление Рамула Гарриев Музыкальное оформление Рамула Гарриев Музыкальное оформление Рамула Гарриев Музыкllo Она сводит меня с ума. У этой проклятой даже имя красивое, Патрон, правда? Это правда, правда. Как бы мне хотелось, чтобы эта женщина не имела надо мной власти. Если позволите, один совет, Патрон. Говори, Камачо, говори. Я думаю, вам нужно попробовать с другими. Есть много красивых женщин, Патрон. И у вас всегда было много женщин. Проблема в том, что с тех пор, как появилась Дозире, вы ничего не видите вокруг себя. Ты думаешь, Камачо, со всем уважением, Патрон, вам нужно раскрыть глаза. Что не годится, то выбрасывается. Разве не вы научили меня этому правилу? Дозире, я слышал ваш разговор с Рахелию сегодня утром. Это невероятно, Маурисио. Конечно. Да, я вспомнила, что при разговоре присутствовал уборщик. Это был ты. Да, да, это был я. И знаешь что? Услышав то, что ты сказала, я понял, что могу тебе довериться. Я никогда не думал, что ты взаймешь такую позицию. Ты никогда не доверял мне, Маурисио. Хотя я всегда тебя любила. И даже, когда мне сказали, что ты умер, я готова была бороться за твою мечту, Маурисио. Спасибо, Дозире. Я просто восхищаюсь твоим мужеством. Я услышал, как Рахелию попросил у тебя документ, в котором зафиксирован мой долг, Франциско. Да, это так. Дозире, если ты отдашь этот документ ему, он использует его как доказательство того, что я убийца. Пожалуйста, не отдавай этот документ Рахелию. Если ты хочешь мне помочь, отдай его мне. Мама, я вижу, что ты грустишь. Грущу? Да как я могу грустить, если ты вышел на свободу наконец-то? Нет, слово грустить не совсем подходит. Ты расстроена. Ты такая из-за этого синьора? Ты имеешь в виду синьора Виваса? Я его не знаю, но я полагаю, он ждет что-то взамен. Скользкий тип. Он, он друг Дозире. Друг? А что же он так рассердился, когда узнал, что нет Дозире? Не знаю, сынок. Может, ему нужно было срочно поговорить с ней? Не знаю, мама. Мне это не нравится. Огромная квартира, сеньор, который вытаскивает меня из тюрьмы, хотя я никогда его не видел, никогда с ним не разговаривал. Ты не знаешь, чего он хочет? Я только знаю, что у него большая власть, и я его очень боюсь. Так что не спрашивай меня ни о чем. Я так тебе благодарен, Дозире. Ты не представляешь. Надеюсь, это тебе пригодится, Маурисио. Хотя я уверена, что Рахелио найдет что-то еще, чтобы обвинить тебя. Да, я знаю, но он должен воспользоваться временем и найти доказательства, прежде чем Рахелио узнает, что я жив. Потому что рано или поздно он это узнает. А когда это произойдет, я хочу иметь достаточный улик, чтобы доказать, кто настоящий убийца Франциско. Я должен действовать. Маурисио, обещай, что ты будешь осторожен. Пожалуйста. Конечно, Дозире. Спокойно. Я выиграл битву у ужасной болезни. И если Господь дал мне шанс остаться здесь, я не позволю убить меня. И не проведу остаток моих дней в тюрьме. Нет, нет, Маурисио, конечно, нет. Дозире, я думал об исчезновении Франциско, о том, как это произошло. И к какому выводу ты пришел? Франциско убили в тот день, когда мы отмечали годовщину журнала. Тетя, в этом есть и хорошая сторона. Я не хожу в школу. Если хочу, могу спать весь день. Дорогой, так не может продолжаться долгое время. Ты вспомни, какой страх мы пережили сегодня. Эти полицейские не спускали с нас глаз. Тетя, а почему ты не позволишь мне позвонить моему другу Николасу? Я не говорил с ним с тех пор, как ушел от него. А он беспокоится. Ну хорошо, дорогой, позвони ему, а потом сразу ляжешь спать и уснешь. Мы с ним договорились. Хорошо. Кто это на этот раз? Не знаю. Кто там? Это я, сеньора Эва. Алехандро Белла. Алехандро. Ну как вы? Как ты, дорогой? Я давно тебя не видела. Да, мы не видели с тех пор, как мы с Маурисио учились в университете. Это было уже так давно. Да. Я пришел с ним поговорить. Это невозможно, потому что его нет. Я не видела его целый день. Мне нужно поторопиться, а то как бы это не привлекло внимание консьержа. Да, Маурисио, будь осторожен. Еще один момент, дизера. Ты могла бы передать тете Эве записку, которую якобы оставила вот Эль Франсиско? Конечно, Маурисио, рассчитывай на это. Что еще? Я хочу помочь тебе. Спасибо, спасибо. Рассчитывай на меня, Маурисио. Я сделаю все, что тебе понадобится. Хочу, чтобы ты знал, я готова помочь тебе во всем. Хорошо, я пойду. Мы выйдем не вместе, чтобы не вызвать подозрения. Да, конечно. Синьор, я знаю, что вам моя просьба покажется странной, но вы не могли бы ненадолго выйти из машины? Пожалуйста. Ни в коем случае, синьорита. Вы очень красивая, но я вас не знаю. И хотя синьор в таком состоянии, никому нельзя доверять. Нет, я не выйду. Бранди, если хочешь, я выйду. Никакой проблемы. Да нет, не надо. Синьор, вы что думаете, что я угоню ваше такси? Нам просто нужно поговорить наедине. Ну, возьмите ключи, поставьте рядом с машиной. Нет, ну-то если вы рванете как-нибудь. Нет, я лучше останусь и не буду слышать. Если не нужно видеть, я не буду и видеть. Синьор, вот возьмите залог. Мне это дали в день крещения. Как видите, я совершенно честна с вами. Пожалуйста. Прошу вас. Мне начинает нравиться. Слава Богу. Ты поела и уснула. Правда, дорогая? Представляешь? Когда ты увидишь папу, ты уже будешь ходить. Моя женщина, моя любовь, мать моего ребенка. Ты все для меня. Маурисио, я день и ночь мечтаю о встрече с тобой. Я умираю от желания быть с тобой. Ты чувствуешь то же самое? Я не стану отрицать. Я долгое время мечтала, что ты придешь и скажешь то, что ты мне сказал. Но оказалось, что я столько об этом мечтала, что теперь это кажется просто какой-то фантазией, сказкой. Дэвид, я тебе не верю. Но в чем дело? Сколько продлится прощание? Бранди, что мне сделать, чтобы убедить тебя? Я сойду с ума, если ты мне не поверишь. Дэвид, убеждение здесь ни при чем. Но как тебе объяснить? Это все идет изнутри. Ты веришь человеку или не веришь? И ты так старался убедить меня, что мы можем быть только друзьями, что теперь я о другом и думать не могу. Бранди, все это так сложно. В каждой женщине есть неразгаданная тайна. Что нам делать? Потому что я действительно люблю тебя. Веришь ты мне или не веришь, но я тебя люблю, и я не сдамся. Я не знаю. Ты должен дать мне время, чтобы я поверила в твою любовь, поверила в то, что происходит. Ты был всегда таким убедительным, Дэвид. Ты говорил, что мы должны быть друзьями, и я не могу смотреть на тебя по-другому. Ладно. Что мне еще остается? Синьорита, может быть, вам отель поискать? Нет, синьор, забудьте об этом. И, пожалуйста, отдайте мне мой кулун. Спасибо. Бранди, со временем все встанет на свои места. Но я хочу, чтобы ты знала, я тебя люблю. И эта любовь навсегда. Поехали, друг. Боже, я так нервничаю. Потому что Рахель, это истинный Макеавелин. Надо же, взять и обвинить Маурисио в смерти друга. Это просто невероятно. От него можно ждать что угодно. Я тоже нервничаю, потому что в любой момент раскроется, что Маурисио жив. А хуже всего, что Карлота ищет Рафаэлиту. Если она его найдет, естественно, она поймет, что Маурисио не умер. Но Маурисио найдет выход из этой ситуации. Вот увидишь. Кто это может быть? Кто? Маурисио. Бесита, девочка моя. Мамочка. Мама, я самая счастливая женщина на свете. Значит, ты уже знаешь? О чем, мама? Знаю, о чем. О брате. О чем же еще? Братик. Дорогой, хорошо, что ты пришел. Я очень волновалась, когда ты исчез на целый день. Где ты был, Маурисио? Я нашел работу. Работу? А что это значит, работу, в этот момент? Именно, я нашел работу уборщика в здании, где находится наша редакция. Как уборщика? Да, да, уборщика. Я убираюсь в офисах. Мне удалось убедить сеньора, и он дал мне эту работу. Кстати, я уже был в редакции. Как тебе пришло в голову, дорогой? Тебя могли узнать? Меня узнала Дезера? Конечно, после того, как я сказал ей, кто я. Девушки отдыхают. Давай забудем об этом, сеньоре. Пожалуйста, хотя бы на сегодня. Давай забудем. Мы не позволим, чтобы его имя испортило нам такой необычный момент. Наше счастье. Договорились? Сегодня у меня есть еще одна причина чувствовать себя самой счастливой женщиной на свете. Спокойно. Не все так серьезно, как вы думаете. Как это не серьезно, дорогой? Эта женщина, она способна на все. Тетя, Дезера доказала, что она не способна меня предать. Да? И почему ты так уверен в этом? Сегодня я услышал разговор между Дезерей и Рахелио. И он попросил ее поддержать его в ряде некоторых поступков. Он хочет разорвать сделку с людьми из Майами и продать журнал. Серьезно? Да, да. Также он попросил у нее нотариально заверенные документы, где зафиксирован мой долг Франциско. Чтобы показать, за что ты его убил. Я не обольщаюсь насчет Дезера. Я прекрасно знаю, кто она такая. Но она доказала тетя, что готова мне помочь. Да, да. Я был в ее офисе, искал этот документ, и в этот момент вошла она. Мне пришлось с ней поговорить. Она мне поверила и доказала, что я могу доверять ей. Вот этот документ. Сестренка, если этот тип тебя шантажирует, ты должна сказать мне, потому что даже если он вытащил меня из тюрьмы, я все равно... Либио, успокойся. Я сама уложу то, что должна уладить. Не вмешивайся. Почему, если мне это легче сделать? Я был не в Диснейленде, у меня есть контакты кое-какие. Либио, я тебе уже сказала, забудь об этом. Пожалуйста, ты сделал для меня достаточно. Забудь об этом. Посмотри. Вот. Что это? Записка, которую якобы оставил мне Франсиско. Мой муж, которого убили. Чем тебе может помочь записка, написанная покойником? Пока не знаю, Либио. Но у меня предчувствие, что эту записку написал тот... Тот, кто убил Франсиско. Ее написал не мой муж, а убийца. И я знаю, кто этот человек. Это Рахель Увивас. Хуана, какой приятный сюрприз. Как твоя кукла? Я принесла ее показать вам. Хотите подержать? Да. Она спит. Какая красавица. Я не знаю, почему, взяв ребенка на руки, появляются такие светлые чувства. Я думаю, дети несут в себе кусочек неба. Красивые слова. Вы необычная женщина. А ты? У всех нас есть что-то необычное. Только это нужно развить. Какая прелесть. Ну ладно, если бы я была хорошим человеком. Как говорите вы. Вас любят все ученики, это правда. Вы их очень поддерживаете. Это моя работа, Хуана. Направлять их. Для меня главное, чтобы ни один мой ученик не потерялся. Какая же она красотка. Поэтому вы решили дать мне шанс. Дело в том, что... Ко мне домой пришла Лили и... Сказала о вашем предложении. Я имею ввиду сдать экзамены, если вы позволите. Почему ты встал с постели, Рамон? Мне стало немного легче. Я встал, чтобы размять ноги. Нет, сеньор. Ты немедленно вернешься в постель. Или ты хочешь, чтобы тебе опять стало хуже? Скажи, а Сусена, что это такое? Это вещи Мануэля. Вещи, которые он чинит. А где он этому научился? Да он с детства все собирал, разбирал, опять собирал, потом опять разбирал. И он научился этому сам? Ему никто не показывал? Никто. Иногда он даже что-то изобретал. Но это ничего не давало. Этим зарабатывал он мало денег. А вот починкой очень помог нам в жизни. Знаешь что, Сусена? Наш сын Мануэль очень необычный человек. Зато я не знаю. Мануэль – это свет моих очей. Кто бы мог подумать? Ты понимаешь? Раз он умеет делать это, хотя и не учился, значит он очень толковый, смышленый. А Сусена, если Мануэль захочет, он может пойти очень далеко. Очень далеко. Дело во мне. Боже, у меня столько проблем. Теперь еще это. Энрикето, ну что ты должна сделать? Я снова сделал что-то не так, и мне очень стыдно. Я даже не могу посмотреть ей в глаза. Что со мной происходит? Ну почему? Мануэль, мне пора. Пока. Не знаю как, но я решу эту проблему с Энрикетой, или я потеряю ее. Нет, нет. Я должен что-то сделать. Если честно, то я в ужасе. У тебя хороший средний балл. Если ты приложишь усилие, у тебя получится, гарантирую. Я постараюсь не подвести вас. Ну, конечно. Вот увидишь с моей помощью и с помощью учеников, ты получишь аттестат. Ты уже показывала ее своим ребятам? Нет, дело в том, что я сейчас тороплюсь. Ее хочет увидеть тетя ее отца, и поэтому мне нужно идти. Очень сожалею о нем. Я знаю, что у тебя были очень трудные моменты, а ты такая молоденькая. Но я вижу, что этот опыт укрепляет твой характер. Я тобой восхищаюсь, девочка. Спасибо, я пойду. Мне нужно, чтобы ты был очень внимательным. Скорее всего, сегодня придет синьора, которую наняла тетя Эва. Она будет тебе помогать. Не только присматривать за тобой, но и заниматься, поскольку ты не ходишь в лицей. Почему? Тетя Эва не сможет за мной присматривать? Может, конечно, сможет, но это нецелесообразно. Мне нужно, чтобы тетя Эва приходила сюда часто. Если за ней следят, могут найти и нас. Мы рискуем. Ты меня понимаешь, Рафаэль? Понимаешь? Да. И тебя могут поймать, а я этого не хочу. Не надо. Не нужно меня поздравлять, потому что это неправда. Я не женюсь. Хорошо, я просто услышал, и поскольку мы друзья, и решил это сделать. От чистого сердца. Прекрасно, мы друзья. Но это неправда. Теперь иди и объяви всем, что это ложь, что я не женюсь, и вбей себе это в голову. Хорошо. Прости, Сальвадор, можно? Ну вот, кажется, новость разносится. Да, конечно. Проходи, Мануэль. Что случилось? Прежде всего, прости, что я пришел докучать тебе на работе. Дело в том, что у меня личная проблема. Интимная. Поскольку я никого не знаю, кто мне может помочь, я пришел к тебе. Извини, пожалуйста. Спасибо. Боже. Я чувствую, что моя жизнь рушится. Маурисио. Ну, почему это произошло с тобой? Это несправедливо. Это очень больно. Боже, я чувствую, что лечу в пропасть. Эммануэль, что у тебя за проблема? Сальвадор, если откровенно, я не знаю, с чего начать. Это настолько серьезно, что я не могу рассказывать об этом первому встречному, будь то женщина или мужчина. Нет, не могу. Все так серьезно? Боюсь, что да. Ты знаешь, я твой друг, Монорита. Да, конечно, я знаю, что ты мой друг, и поэтому я пришел именно к тебе. Понимаешь? Нелегко сказать другому мужчине, что с тобой происходит, как с мужчиной. Но я рекомендую сделать глубокий вдох и рассказать все, что ты хочешь. Да, я так и сделаю. Дело в том, что у меня не получается с Энрикетой. Я имею в виду в постели. У меня ничего не получается. Как ты дошла до такой жизни, Энрикетта? Все рушится. И журналы твоей жизни. Я не должна была влюбляться. Идет ко дну и моя карьера, и моя жизнь. Определенно, Энрикетта. Влюбляться тебе просто запрещено. Мануэль, не мучь себя этим. Такое может случиться с каждым. Говорят, что один раз в жизни это происходит со всеми. Ты понимаешь, Сальвадор, в этом-то и проблема. Со мной это произошло три или четыре раза. Что? Нет, брат, подожди минутку. Это уже серьезно. Три или четыре раза? А с тобой никогда такого не было? Со мной нет. Нет. Нет, Мануэльто. Если хорошо подумать, мне нравится Анна Мария. Но на меня давит Петрика. Но Петрика у меня не вызывает никаких чувств. Я на нее не реагирую. А у меня с Петрикой все прекрасно. Я не понимаю, если я люблю Энрикетту, почему у меня нет проблем с Петрикой? Мануэльто, спустись на землю. Сальвадор, я думал о том, что с другим человеком у меня не бывает сбоев. я имею в виду с другой женщиной, не с Энрикеттой. Видишь? А можно узнать, кто она? Кто эта другая? Если, конечно, можно узнать. Вы знаете, да? Да. Дочка, наконец-то ты проснулась. Да, да, мама. Я плохо себя чувствую. Все кружится. А ты вспомни, сколько ты вчера выпила. Бедному Сальвадору пришлось тащить тебя на себе в комнату. Этим не применули воспользоваться Марселина и Маугуалина. Начали говорить пошлости. Пошлости? Какие пошлости, мама? Дорогая, всякие нелепости, которые они любят говорить. Можно подумать, что ты не любишь. Иногда люблю, но я не могу говорить такие вещи при таком серьезном сеньоре, как мой зять. Мама, Сальвадор, такой сеньор, такой необычный человек. Я говорю, что выйду за него замуж и мне самой не верится. Кстати, об этом, дорогая, вчера он кое-что сказал, что меня огорчило и совсем мне не понравилось. Что он сказал, мам? Что он сказал? Не то, что он сказал, а как сказал. Хорошо, мама, что он сказал и как сказал. Ты его знаешь, сеньора, завтра скажите Петрике, что, короче говоря, он сказал, что должен поговорить с тобой и все прояснить. Будь осторожна, дорогая, будь осторожна с этим мужчиной, потому что ты знаешь мужчин. Они заморочат тебе голову, а потом пугаются и дают задний ход. Нет, сеньор, мы его не отпустим. Даже если придется придумать это. Ему не выкрутится. Ты выйдешь за него замуж, непременно выйдешь. Мы что-нибудь придумаем такое, что ему не отвертется. Представь себе, я с твоей сестрой. Прости, что я так говорю, но у нас доверительный разговор. Когда мы были в горах, были одни. Во мне все бушевало, когда я до нее дотрагивался. а Петрика не вызывает никаких эмоций. Это разные вещи, Сальвадор. Ты любишь Анну-Марию и хочешь быть с ней. Ты не реагируешь на Петрику, и это нормально. А у меня... У меня... У меня все наоборот. Мне очень плохо. Я запутался. Я даже думаю оставить Энрикету. Что ты мне посоветуешь? Скажи. Манула, если так обстоят дела, думаю, это лучший выход. А твои чувства? Что с твоими чувствами? Если ты уйдешь, она будет иметь право устроить свою жизнь с другим. ты это выдержишь? Ты готов потерять ее окончательно? Хоть я нервничаю, мне очень хочется увидеть дочь Маурисева. Ну, конечно. Я ведь ее бабушка. Я ее бабушка. Замечательно. Это они. Как дела, Донья Эва? И что я должен сделать? Позвонить клиентам и сказать, что все разрушилось по вине этого... О чем ты говорил, Армандо? Нет, ни о чем. Личные дела. Ты знаешь, где Дезире? С минуты на минуту придет Хуана, здесь эта сеньора. Ты прости меня, Дезире, но я очень занята. Мы не могли бы перенести наш разговор. Пожалуйста, я вас умоляю, уделите мне одну минуту. Я хочу разделить с вами счастье, которое я испытала, когда узнала, что Маурисио жив. И мне больше не с кем поговорить об этом. Честно говоря, я не знаю, что тебе сказать. Ну, конечно. У вас было много причин, чтобы не доверять мне. Но я вас уверяю, сеньора Эва, я всегда была верна вашему племяннику. Всегда. Верна? Да. Верна его имени, его памяти, его слову. Маурисио для меня святой. Он так важен для меня, что я не способна предать его. И ты говорила об этом с ним? Естественно. Пожалуйста, передайте ему эту записку и скажите, что я готова сделать все, что он захочет. И не важно, против какой силы нам придется бороться. Она просто безответственна. Посмотри, который час, а ее до сих пор нет. Наверное, у нее какие-то дела. Она должна подойти. Да-да, видишь, почему нужно продавать этот журнал? Дон Рахеле, я считаю это ошибкой. Мы отдали этому журналу сердце и жизнь. Он стал приносить прибыль. Арманда, мне на это наплевать. Я продам этот журнал, невзирая ни на кого. Теперь я его хозяин и сделаю, что захочу. Когда придет Дезире, пусть она немедленно свяжется со мной. Я представляю, как он ребенком бегал по этому дому. Он был очень шаловлевым, сень Рэва. У вас есть фотографии? Я не хочу быть гробой с тобой, Дезире, но уверяю тебя, что я очень, очень занята. Прости меня. Конечно, я понимаю, конечно. Подождем другого дня, когда Маурисио будет свободен и мы сможем спокойно поговорить. Да, увидимся в другой раз. Хорошо. Вы мне очень нравитесь, сеньора Рэва. Спасибо большое. До встречи. Да, конечно. Привет, Эва. Что это значит, Эва? Я тоже знаю, что Маурисио жив, Хуана. Маурисио Дан Рахеллио, как вы? Энрикета, я вчера ясно сказал, что я новый босс этого журнала, так что буду тебе благодарен, если ты освободишь офис, чтобы я мог его занять. Дезерай, как ты можешь играть такими вещами? Как ты можешь играть моей болью, болью Эвы? Ты не понимаешь, что ты причиняешь зло ей тоже? Ты для этого приехала? Помучить? Нет, нет, она приехала не мучить Хуана. Я уверяю, она приехала под руководитель к причинам. Я приехала, чтобы оказаться в слугу Маурисио, Хуана. Он сам меня нашел, поэтому я знаю, что он жив. Очень хорошо, Дан Рахеллио. Вы меня простите, но смерть Маурисио еще не подтверждена, а вы уже хотите переступить через его распоряжение. Возможно ли это? Энрикета, я здесь не для того, чтобы дискутировать. Я пришел, чтобы приказывать. Я приказываю немедленно освободить офис. Мне очень жаль, Дан Рахеллио, но пока я не увижу свидетельство о смерти Маурисио, я буду оставаться директором и президентом журнала. Что ты говоришь, глупая девчонка? Ты бросаешь вызов мне? Я ничего не понимаю. Почему Маурисио сказал ей правду? Почему ей? Почему? Ему нужно иметь человека в журнале, который бы ему помог. Но если подумать, это не безрассудство. Нет, нет, если подумать, то там есть Энрикета, Бранди, Давид. Любой из них ближе Маурисио, чем эта, которая здесь. Конечно, они могут быть друзьями Маурисио, но ни один из них не стал бы рисковать ради него жизнью. Ну, а ты да. Я да. Я так люблю Маурисио, что готова рисковать ради него всем. Да? Однажды Давид уже сделал это. Почему не сделать это снова? Еще одна причина, что Маурисио не обратился к нему. Особенно теперь, когда он в таком состоянии. Ни твоя подружка, ни Энрикета не поддерживает отношения с Рахелио Вивасом. То есть ты признаешь, что рано или поздно ты предашь его? Ради Маурисио я сделаю что угодно. И у меня большое преимущество. Я буду делать это, не вызывая подозрений. Я слышала, что вы сказали на собрании акционеров, дон Рахелио. Но это будет иметь силу только в тот момент, когда полиция и судебный врач констатируют, что Маурисио действительно мертв. А пока он считается пропавшим. Так что я не обязана подчиняться вашим приказам. Надеюсь, это понятно? Послушай внимательно, занущего Тихоня. Не повышай на меня голос, и тем более не говори так со мной. У меня больше власти, чем ты представляешь. Я не потерплю, что мои приказы не будут исполняться. Да, вы правы. У меня нет вашей власти. Но моя обязанность быть верным Маурисио, и не вы, никто другой, не измените мою позицию. Даже если вам она не нравится. Никогда. Послушай меня внимательно, кукла. Что уборщик делает в этом офисе в такое время? Что происходит с расписанием уборки? Придется поговорить с консержем. И послушай меня внимательно. Надо мной никто смеяться не будет. Спасибо. Вы появились очень вовремя. Я люблю Маурисио, как никого на свете Хуана, поэтому хочу, чтобы он был счастлив. Я понимаю, что он решил устроить свою жизнь с тобой, потому что ты дала ему то, что он желал больше всего на свете. Да, но не только поэтому, Дезире, а потому что он любит меня. Меня. Я не отрицаю этого Хуана, но нужно признать, что это тоже сыграло свою роль. В чем дело, Дезире? Хотя он выбрал тебя, я никогда не перестану помогать ему, потому что он может любить тебя, но я люблю его. Все так просто. Послушай, Дезире, Дезире, мы все тебе очень благодарны, что ты поддерживаешь Маурисио, чем можешь, и я дам ему бумагу, которую ты принесла. Какая красавица, похожа на Маурисио. Хуана, если он найдет мне передать что-то от тебя... Не беспокойся, я могу сказать ему сама. Большое спасибо. Тогда скажи ему, что я готова бороться, чтобы он вернулся к тебе и к дочери. Какая красавица. Ну, пока. Мне не нужно ничего от этой женщины, ничего. А с вами не скучно? Я рада, Рафа, что тебе нравится. Главное, чтобы ты учился. Я все сделал. Молодец. Значит, я заработал премию? И что же ты хочешь в качестве премии? Съесть что-нибудь очень вкусное. Но мы не можем выходить, Рафа. Нам не разрешают. Я не могу выйти, а вы можете. Вы же учительница. Купите мне мороженое. Нельзя же целый день учиться. Это трудно, нехорошо. Пожалуй, ты прав. Нельзя только учиться, учиться и учиться. Подожди меня здесь, я скоро вернусь. Веди себя хорошо. Ладно? Хорошо. 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 Ладно, Николас. Николас? Рафито, как дела? Николас, быстро найди карандаш и запиши название отеля, в котором я живу. Приди ко мне с Канелой, потому что я-то выйти не могу отсюда. А вы придете в гости. Пожалуйста. Подожди. Я сейчас найду блокнот, не вешай трубку. Поезжай тихо. Этот цопляк должен быть где-то здесь. Я уверена, что он знает о Маурисио. Я с вами согласен. Кроме того, не забывай, что этот цопляк приходил к Хуане и думаю, не зря. Логично. В полиции мне сказали, что они осмотрели дом Хуана и не нашли там Рафаэля. Поэтому мы будем объезжать этот квартал каждый день Камачо. Пока не найдем его, понятно? Да-да, хозяйка. Я давно жду тебя, чтобы ты заменил меня. Мне нужно сходить в банк, а то его скоро закроют. Где ты был? Поднимался в пентхаус, в редакцию. В позитив? И так задержался? Может, ты используешь рабочее время, чтобы обхаживать какую-нибудь красотку? Нет. Мы так не договаривались. В этом офисе такой беспорядок. Я не знаю, откуда там столько бумаг. Ладно, побудь здесь. Я скоро вернусь. Хуана? Мне нужно поговорить с тобой, Мурисио. Мурисио. Нет. Мурисио. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok